Есть такое понятие, как отношение к себе. Отношение к себе не обязательно должно быть. То есть характеризоваться понятием отношения влюбленности в себя. А впрочем, может быть, как раз об этом и речь. Так вот, есть я, а есть мое отношение к себе. Мое отношение к себе, эта вещь, изменяет. И имеющее свойство изменяться. Вот сейчас я поработаю сама с собой вот таким образом. Наблюдаю за отношением к себе. Вот я наблюдаю за ним. Я могу спокойно представить себе, что вот это мое отношение к себе становится отношением неудовлетворенности с собой. Так, я наблюдаю за этим отношением. Наблюдаю. Как бы отстраненно я наблюдаю. Я сделала его таким. Сейчас я наблюдаю за состоянием, которое... Я скажу так. Сейчас я меняю отношение к себе на отношение, ну, например, восторга с собой. Вот все, что бы я ни делала, оно гениальное. Я восторгаюсь с собой. Это мое отношение к себе. Я наблюдаю как бы со стороны за этим изменившимся отношением к себе. Отношением к себе. Оно стало отношением просто изумленного восторга с собой. Восторг всем, что я ни делаю, что я ни говорю, о чем я ни думаю, я восторгаюсь. Хорошо. Сейчас отношение к себе меняю на отношение, ну, скажем, отношение плохо позиционирующей себя личности. Я меняю свое отношение, меняю свое отношение. Отношение мое к себе я делаю плохо себя позиционирующим. Хорошо. Так, я посмотрела на это отношение к себе. Со стороны посмотрела. От своего я. Независимого. От своего я какого еще? От своего, отстраненного, в принципе, от этого понятия отношения к себе. Это изменчивая такая конфигурация. Это изменчивая вообще, изменчивая энергия. И сейчас я отношение к себе меняю на очень умело позиционирующая себя, то есть демонстрирующая себя людям. Уверенно, эффектно, уверенно, эффектно, привлекательно. Уверенно, позиционируя себя людям, уверенно, уверенно, эффектно, восхищая. Как бы я знаю, что я позиционирую себя вот так. Это мое отношение к себе. И я сейчас наблюдаю за этим отношением к себе. Это отношение к себе я пронаблюдала со стороны. И я поняла самое главное, что отношение к себе очень хорошо менялось. Оно менялось в зависимости от той команды, которую я давала на тему понимания. Это открытие. Очень хорошие вещи, очень полезные. Почему? Потому что теперь я знаю о том, что я могу менять отношение к себе на то, которое мне нужно. А что мне дает отношение к себе? Оно мне как раз и дает, в общем-то, в принципе, все успехи. Потому что, став, относясь к себе, вот я меняю отношение к себе на уверенно я. Я знаю моё отношение к себе, я знаю о том, что я уверенная, очень уверенно себя позиционирующая, очень привлекающая, как интересная личность, но незаурядная, неординарная, восхищающая глубиной ума, ещё чем-то я знаю, что я так произвожу впечатление. Я сделала своё отношение к себе, допустим, вот таким. Я могу отношение к себе ещё сделать каким? Я знаю, что я очень привлекательно, ну, как женщина для мужчин, очень привлекательно. Моё отношение к себе, я знаю, для всех мужчин очень привлекательно. Я могу это отношение к себе изменить и даже сделать более сильным. И я очень привлекательно, очень интересным, умным и достойным мужчинам. Очень привлекательно, вот, как горчи самых таких ярких, незаурядных, привлекательно, как женщины. Я так отношусь к себе. Я привлекательна не только своей внешней красотой, а я привлекательна ещё и тем, что я незаурядная личность, глубокая, интересная личность, осознанная личность, знающая, что я, как бы, дарю этому миру, какую, ну, что такое красивое, полезное созидаю. То есть я, в принципе, глубокая личность. Вот в этот момент, когда я произношу эти слова, я уже начинаю относиться к себе более, более радостно, более радостно от вдруг ощущения и понимания действительно того, что я действительно такая личность. Я продемонстрировала сейчас приём, которым можно пользоваться. Но даже можно ему не пользоваться, просто прослушивайте эту запись, она принесёт большую пользу. Итак, отношение к себе и я – две разные категории. Я могу задавать отношение к самой себе буквально несколькими своими словами. И хорошо это делать. Делать это в трансовом состоянии или в полутрансовом состоянии. Главное, чтобы это была команда. Изменяя отношение к себе вот на такое. И моё это отношение к себе становится очень устойчивым отношением к себе. Приведу пример. Владимир Высоцкий не сразу стал поэтом, абсолютно востребованным, любимым, популярным и гениальным. Вернее, даже скажу так. Он не сразу стал певцом. Он написал где-то сто или сто пятьдесят стихотворений. Он продемонстрировал их нескольким людям, которых он хотел попросить, чтобы они исполняли моего стихи и песни. И Иосиф Кобзон ему вдруг говорит, слушай, а тебе самому надо их петь. Человек привнёс что-то новое. Относись к себе, как ты можешь это делать. Высоцкий стал относиться к себе. Да, я могу же это делать сам. И он стал исполнять свои песни сам. Вот это называется. Изменилось отношение к себе. Ему помог в этом Иосиф Кобзон. Но просто Высоцкий не догадался, что он это мог сам себе сказать. До Иосифа Кобзона. А кто его знает, может быть, уже и думал. Может быть, уже и было. А некая уверенность в этом, что это правильное будет действие, сам исполняет. Ему помог в этом Кобзоне. А вот это о том, как всё можно менять. И то, что мы поменяем на очень успешное, уверенное, оно даст результаты. Результаты и успехов. Успехов. С вами была Валентина Мельникова. Психолог, коуч, философ, эзотерик и высоцковед. Смотрите, слушайте мои видео по высоцкому. Насытьте свою эмоционально-духовную сферу красотой. Насытьте своё эмоционально-интеллектуальное поле красотой, полезностью и осознанностью. Потому что всё это можно почерпнуть в моих видеорассказах и видеороликах о Владимире Высоцком. А также слушайте эту запись. Продолжение следует...